Псевдомоносэрогеноз Снегнойная палочка Псевдомоносэрогеноз Снегнойная палочка Псевдомоносэрогеноз Снегнойная палочка Псевдомоносэрогеноз В организме человека К факторам адгезии Пили, белки жгутиков Липид А и поверхностные протеины К факторам инвазии Ферменты Пигменты Апаптосиндуцирующие белки Исидорофоры Факторы персистенции Ускользание от иммунного ответа эти факторы обладают антифагоцитарными свойствами, также защищают микроорганизм от повреждений кислородными радикалами, вызывают деструкцию моноглобулинов, факторов комплимента, гамма- и альфа-интерферонов. И самым совершенным и, наверное, самым сложным стратегией защиты бактерий от иммунной атаки является образование биопленок. Учитывая факторы патогенности, важно помнить, что синегнойная палочка является все-таки условно-патогенным микроорганизмом. Риск возникновения синегнойной инфекции здесь связан с наличием определенных факторов риска. К ним относятся иммуносупрессия, тяжелые травмы, обширные ожоги, злокачественные новообразования, большие хирургические вмешательства, лучевая, гормональная и цитостатическая терапия, наличие имплантированных медицинских устройств, такие как катетеры, дренажные трубки, ну и, соответственно, другие факторы. Особенностями данного патогена является его широкое распространение во внешней среде, способность длительно сохраняться во внешней среде. При этом главный путь передачи является контактный. И важно помнить, что псевдомоносаэрогеноза высокоустойчива к антибактериальным препаратам и к антисептикам, а также к дезинфектантам. Продолжение следует... Количество выделенных штаммов псевдомоносаэрогеноза в стационаре за последние 10 лет составляет 698 штаммов. При этом около 50%, особенно видно на данной гистограмме, в 2013 и в 2014 годах, они циркулировали именно в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным нашего стационара, 32% синегнойных инфекций приходится на инфекции бронхолегочной системы. 22% приходится на инфекции брюшной полости, 8% приходится на инфекции кровотока, 13% на инфекции кожи и подкожно-жировой клетчатки, 15% на инфекции мочевыводящих путей. Важнейшей частью диагностики синегнойной инфекции является определение спектра чувствительности к антибактериальным препаратам. В нашем стационаре последние 10 лет наблюдается следующая динамика по резистентности. Например, группа пенициллинов. До 2014 года количество резистентных изолятов составляет не более 50%. В 2015 и в 2017 годах количество резистентных изолятов увеличивалось до 80%. И мы наблюдаем резкое снижение количества таких изолятов с 2018 года. Группа цифалоспорина. До 2014 года количество резистентных изолятов составляло не более 50%. Постепенное увеличение к 2017 году до 70%. И опять резкое снижение с 2018 года. Группа вторхиналонов. Постепенное увеличение количества резистентных изолятов с 2011 года по 2016 года. С 2016 по 2018 года количество резистентных изолятов составляло приблизительно 70%. И опять мы наблюдаем резкое снижение с 2018 года. Группа монобоктама. Группа здесь представлена одним препаратом, именно астрианамом. Количество резистентных изолятов в 2015 и в 2017 годах составляло 70%. В остальные годы не превышало отметки более 50% изолятов. Группа аминогликозидов. До 2016 года не более 50% изолятов были резистентны к данной группе. С 2016 по 2018 года количество достигало 70%. И опять мы наблюдаем резкий спад с 2018 года. Группа карбопинемов. Количество резистентных изолятов в 2013 году и в 2017 году составляло 70%. В остальные годы не превышало 50% изолятов. Как видно из гистограммы, количество изолятов, которые резистентны к разным группам антибактериальных препаратов, резко снизилось с 2018 года и составляло приблизительно около 20% изолятов. Что связано с усилением мер профилактических и эпидемиологических, а также связано с реализацией мероприятий по ограничению доступности антибактериальных препаратов, оптимизацией применения антибактериальных препаратов в стационаре, а также пересмотром протокола эмпирической терапии на основании локального микробиологического мониторинга. В последние два года также мы исследовали чувствительность штаммов псевдомона с аэрогеноза к альтернативным группам антибактериальных средств. Частота встречаемой резистентности к таким препаратам, как полимексин, колистин, наблюдается в 20% случаях. Частота встречаемой резистентности к цифтезидиму, авиабактаму встречается в 30% случаях. К цифталозаму тазобактаму в 60% и к дорепенему в 80% случаях. Сложность проблемы резистентности состоит в том, что псевдомона с аэрогеноза может использовать разнообразные приемы для нейтрализации антибактериальных препаратов, чаще всего при этом сочетая их. В этом случае выбор и назначение антибактериальных препаратов возможен только на основе понимания механизмов резистентности конкретного штамма. Наборы для мультиплексной ПЦР позволяют находить в чистых культурах и клиническом материале гены наиболее важных карбопенемаз. Изучив культуру синегнойной палочки, которые циркулировали в нашем стационаре в разные года, были получены следующие результаты. Устойчивость к карбопенемным препаратам определялась 2016 год ген металлобеталоктамаза ВИМ, 2017 год ген карбопенемаз класса D-Окса-48, 2018 год ген карбопенемаз класса A-КПС, 2019 год ген карбопенемаз класса D-Окса-48, и 2020 год ген металлобеталоктамаза ВИМ. Если учесть даты изоляции культур, можно предположить, что в стационаре персистировали те или иные карбопенем-резистентные клоны псевдомона сэрогеноза. Антибиотика грамма и идентификация генов карбопенемаз позволяет заключить, что изученные изолеты представляли собой панрезистентные варианты возбудителей. И тут важно признать, что значительное число случаев синегной инфекции является именно следствием оказания медицинской помощи. Поэтому нами было исследовано 4 антисептических препарата и 27 дезинфицирующих средств. И обнаружена устойчивость псевдомона сэрогеноза к одному антисептическому препарату и к 4 дезинфицирующим средствам. Проведенный анализ позволяет сделать несколько практических обобщений. Первое. Информация о патогенетических механизмах позволяет нам убедиться в сложности взаимоотношения между организмом человека и синегнойной палочкой. Но она, к сожалению, не может нам служить базой для создания эффективных способов управления именно инфекционным процессом. Проводимый мониторинг штаммов псевдомона сэрогеноза, мониторинг дезинфектантов и антисептических средств помогает нам в планировании проведения противоэпидемических мероприятий. Усилия специалистов разного профиля, таких как бактериолога, эпидемиолога, клинического фармаколога, врачи-клиницистов, помогают при разработке и внедрении эффективных методов контроля за синегнойной инфекцией. При возникновении инфекции выбор антибиотикотерапии должен быть обоснован не только с позиции мониторинга чувствительности к антибактериальным препаратам, но и также с позиции молекулярных механизмов резистентности возбудителя. Для этого мы используем молекулярно-биологические методы исследования, а именно ПЦР-диагностику самого возбудителя псевдомона сэрогеноза и детекцию генов карбопенемаз. И, соответственно, для борьбы с резистентностью псевдомона сэрогеноза необходимо внедрение новых антисенегнойных препаратов, а также необходим поиск антимикробных препаратов, которые будут эффективны в отношении карбопенемрезистентных штаммов. Благодарю за внимание.